Что больше перед Лукашенко вопрос с Россией или Западом ставить нельзя. Ну у нас есть интересы в Америке, у них есть интересы в Беларуси. Давайте здесь договариваться. Я думаю мы на этом пути сможем продвинуться. Пришел Трамп. Главная его идея какая? Сделаем Америку великой. Он везде пишет. Америка это центр планеты, мы ее вернем опять, лидирующая положение и прочее. Сидит он, сидит напротив другой президента, допустим Путин. Вот его лозунг. А где место России? Сказал, ну давайте вы там в седьмой вагон садитесь и поедем. И что, скажем, что опять Трамп плохой? Поэтому не надо торопиться и заявлять о том, что вот это подарок. Пришел к власти американский гражданин, который любит Америку и который хочет, чтобы эта Америка была мощнее, чем сейчас. Кажется, куда бы уже больше. И вот из этого исходя и России, и Китаю, дело даже не в России, это просто раскрутили. Большая их проблема Китай, который выходит на лидирующие позиции. Вот где место будет глобального государства? И наше вопрос. Нам бы не потеряться в этом водовороте. Но вы не волнуйтесь, мы не потеряемся. Наши сегодняшние мероприятия носят своеобразный контрольный характер. Я хочу убедиться в том, насколько точно и правильно исполняются решения президента. Тем не менее, есть и другие причины рассмотрения этого вопроса на моем уровне, к сожалению. Дело в том, что в последнее время и широкий общественный резонанс получила ситуация с нерациональным использованием в высвобождаемых нашей столице капитальных строений промышленных предприятий. Расположены в центре города и могут быть выгодно реализованы инвесторам. Пока так не получается по отдельным предприятиям. Однако вопрос по отчуждению госсобственности, находящийся в безвозмездном пользовании организаций, не решается годами. За примером далеко ходить не надо. В январе 2014 года мною было дано распоряжение об отчуждении 18 неиспользуемых государственных зданий Минского производственного объединения вычислительной техники. Согласно ему в течение 12 месяцев года имущество должно было быть реализовано на аукционе. Рабочая группа, в состав которой вошли представители заинтересованных органов, в том числе комитета госконтроля, в 2014 и в 2015 годах провела 4, как меня информирует, открытых аукционов. А ВОЗ, как говорится, и ныне там. Ни один из них не был признан состоящимся из-за отсутствия участников. Знаю, что сейчас появились новые возможности для отчуждения этих объектов, и правительство подготовило и внесло соответствующий новый проект распоряжения президента. Поэтому, учитывая, что место привлекательное, учитывая то, что соответствующая служба меня информирует о разного рода хитросплетения вокруг этого вопроса, естественно, кто-то пошел по родственникам, знакомым, кто-то кого-то лоббирует, кто-то хочет бесплатно еще. В общем, учитывая все это, я хотел посмотреть на этот вопрос лично и публично, чтобы больше не было разговора о том, что тут кто-то за спиной у президента крутит вертик. От участников совещания я хочу услышать ответы на следующий вопрос. Во-первых, какие конкретно предложения внесены потенциальным покупателям? Но самый главный вопрос, почему в таком месте государство в лице райисполкома, горисполкома и правительства отказывается от использования в интересах того же государства этих площадей? А уже во-вторых, предложения потенциальных покупателей. В-третьих, насколько они соответствуют требованиям градостроительных норм и выгодны ли государству? Четвертое, усыны ли интересы граждан, рядовых граждан в проекте распоряжения? И на каких условиях будет осуществлена продажа? И пятое, рациональные ли предложения и вообще предложенные подходы в целом? Что касается Турции, ведь для меня главное открыть дверь. Задача главы государства открыть дверь. Я его пригласил, он совершил свой первый официальный визит, и он привез с собой 250 крупнейших руководителей, крупнейших фирм, как Петр Михайлович. Что больше надо? С глазу на глаз договаривайтесь. Мы, как президенты, их свели. Прошли встречи, какие-то договоренности и так далее. Вы уже начали там работать. И это благодаря вот этим контактам и потеплению. Это первый шаг. Потом второй будет, третий. Вот он попросил, чтобы я приехал весной к нему. Там же будут конкретные вопросы. Та пошлина, эта пошлина, хотя уже и правительство начали работать в этом плане. То есть пошло движение в этом направлении. Это будет непросто, потому что Турции надо будет поступить со своими интересами, в какой-то степени отдать свой рынок для нас. Или чей-то рынок. И нам с ними надо будет конкурировать. И тут важное значение будет иметь, как правительство себя поведет и президент. Вы видите, что они к нам очень хорошо расположены. Это была очень хорошая, позитивная встреча. У президента Турции, как он мне сказал один на один, когда разрушил меня, никогда не было таких визитов ни в одну страну. Два огромных самолета высадили десант сюда, в Беларуси, чтобы договориться. И я уверен, что наши руководители, наших фирм и компаний, частных и государственных, в контакте с ними смогли договориться. Они заинтересованы в том, чтобы мы там размещали производство, допустим, наших зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов. Хорошо, будем. Дорожностроительную технику, хорошо. Тракторы они выпускают свои. Но наши-то получше тракторы, они их боятся, потому что не смогут конкурировать. Но, тем не менее, тоже наметили пути движения и нашего тракторного завода туда. БелАЗ должен туда вернуться. Все мы оговорили и открыли эти ворота для того, чтобы вы могли работать на этом рынке. Сможут ли спортсмены показать нужные результаты? Вот это главное. А к этой Олимпиаде мы давно готовы. У нас достаточно гостиниц. Студенческие городки мы задействовали, если нужно. Но, в принципе, нам не надо строить гостиницы. Это самое главное. Спортивные объекты важнейшие составляющие. Для того, чтобы провести соревнования на мировом уровне у нас есть. Да, нам хотелось бы бассейн плавательный, чтобы был получше, чем в Минске. Но он есть в Бресте. Гребной канал у нас в Бресте и в Минске. Мы юношеский чемпионат мира провели по гребле на Байдарках и Канойе, академической гребле. Видите, сразу два вида спорта. Восхищены были все. Мы посчитали, мы в плюсе даже будем. Мы будем в плюсе от Олимпиады. Нам надо будет затратить где-то миллионов под 50 за эти годы. Это слезы для страны, для того, чтобы где-то что-то там подмарафетить. А может и того не надо. Европейцы сказали, мы вот поможем. Я же с ними встречался. Прежде чем принимать решение, в Баку первый раз мы начали обсуждать эту проблему. После первых игр я поручил, вы посчитайте. Сможем, не сможем, деньги и прочее. Мне доложили эти расчеты. И тут приехали к нам. Я говорю, хорошо, возьмем. Единогласно проголосовать. Единогласно, такого никогда не было. Но самое главное, что к нам приедут люди, люди увидят нашу страну, как после чемпионата мира по хоккею. Что мы там потеряли в чемпионате мира по хоккею? Ничего, мы в плюсе остались. Ну, а если мы подтянемся и введем в строй стадион «Динамо», мы и так его вводим в строй. Но это что, плохо будет? Там вся легкая атлетика и запасное поле тренировочное. Если мы еще поднапряжемся, и нам надо национальный стадион, Минский футбольный. У нас его нет, Борисове 13 тысяч, которые построили недавно. Там играем. Вот если бы сказали, олимпийские игры проводить, вот тут огромные нужны траты. Но они попали несоизмеримо, меньше, чем Бразилии, конечно, посчитали бы. Ну, мы еще одни на таком вот уровне, как задрали их эти игры, ни к чему абсолютно. На одно открытие, вот в Баку открывали олимпийские, европейские игры. На одно открытие на это мероприятие, где с флагами шли, затратили 100 миллионов долларов. Ну, разве это нормально? Я сказал, у нас этого не будет. Мы не будем это, мы сделаем душевные открытия, чтобы показать душу нашего народа. Красиво сделаем. Но это будет, даже меньше миллиона стоит, но не 100 миллионов. Имидж страны, это очень важно. И коль мы решили быть независимыми и суверенными, надо понимать, что это недешево обходится. И если получается с прибылью, то на это всегда надо идти. Что касается регионов, если вы будете готовы к какому-то виду спорта провести мероприятие, с большим удовольствием. Принять команды и провести турнир. Пожалуйста. Продолжение следует.